Фигурное катание Камилы Валиева попало случайно. Классическая история. Ребенку, который часто болеет, врачи посоветовали укрепить здоровье спортом. Родители Камилы решили сначала отдать ее в гимнастику, но в три с половиной года в секцию не брали, а для фигурного катания это самый подходящий возраст. Первые шаги на льду, а точнее как поправляет сама Камила ползки, она сделала в старом дворце спорта в Казани на Московской улице. Там ее тренировала молодой специалист Ксения Иванова. Сейчас она работает в Москве и Камилу до сих пор вспоминают только с теплыми чувствами. По словам Ивановой, талант Валиевой был виден уже тогда, в первые годы работы. Камила очень быстро всему училась, обгоняя девочек на 3-4 года старше нее и быстро стала лидером группы. Но особо поражала тренера нисколько способность исполнять уже в 5 лет все базовые прыжки, столько невероятная пластичность, музыкальность и хореография. У Ивановой Валиева тренировалась до 7 лет, затем ей пришлось переехать в Москву, так как родители поменяли место работы. Уже тогда они и знали в среде специалистов по всей стране и с удовольствием взяли в одну из лучших школ столицы – «Москвич». Одиночниками в «Москвиче» занимается Виктор Кудрявцев, основоположник одиночного катания в нашей стране. В советское время основной упор делался на развитие спортивных пар и танцев на льду. В этих видах советские фигуристы были наиболее успешны, постоянно занимая первые места на чемпионатах мира и Олимпийских игр. Кудрявцев подготовил первого советского чемпиона мира в одиночном катании Сергея Волкова, сын которого сейчас работает тренером в Академии Ангелы Плющенко. Воспитанниками Кудрявцева была и первый призер Олимпиады из СССР Кира Иванова и первая российская чемпионка мира Мария Бутырская. В «Москвиче» с Камилой работали в разное время разные тренеры. Первые два года в Москве фигуристка тренировалась у Марины Кудрявцевой, год – у Игоря Лютикова, затем три – у Натальи Дубинска и Станислава Ковалева. Это опытные специалисты, которые ставят качественную технику и очень тщательно работают над хореографией. Вот что рассказывает Алексей Железняков, один из первых помощников и Терри Тутберицы. Я преподавал в «Москвиче» у Игоря Лютикова и на одной из тренировок заметил Камилу. Приметил девочку по первым же движениям. Глаз, как у хореографа, у меня наметан. Я сразу могу увидеть талант ребенка. Камила бросалась в глаза с ранних лет. Тогда я с ней еще не работал, но следил за ней. Видно было, что у девочки большое будущее. Ей повезло. Но мало иметь данные, нужен еще характер. В спорте самое главное – это пахать. Не хватало Камиля одного – стабильности. Она могла откатать все программы чисто и победить с большим отрывом. А уже через неделю завалить оба проката и оказаться в конце турнирной таблицы. Как вспоминает Дубинская, работать с ней становилось тяжело. Камила сильно переживала после поражений и расстраивалась. Теряла мотивацию работать дальше. Сложности добавляли травмы. Именно серьезная травма москвиче, после которой Камила потеряла желание выходить на лед, подтолкнула спортсменку и ее родители к мысли что-то поменять. И они решили, что только одна школа в Москве может стать достойной альтернативой москвичу. Это группа Тутберидзе – самого успешного тренера в женском одиночном катании в мире. Фигуристке повезло, что летом 2018 года Тутберидзе решила расширить свою группу и в мае провела дополнительный набор в команду. В интервью Камила рассказывала, что когда шла к именитому тренеру, не особо верила в успех. Пришла на смотры, решила попробовать. Получится хорошо, нет ничего страшного. Девочка понимала, что таких, как она, к Тутберидзе приходят десятками и всех она взять не сможет просто физически. На просмотре присутствовал один Даниил Глихенгаус. Хореограф, посмотрев на девочку, позвал Этери Георгиевну. Камилу попросили показать только прыжки и вращения. После этого фигуристке сказали, что ее ждут на тренировке. Камила поразила Тутберидзе своей пластикой и артистизмом. Фигуристок Тутберидзе принято воспринимать прежде всего за невероятную технику, но сама Этери больше внимания уделяет образам, которые они показывают на льду. Как вспоминает сама Камила, я вышла на лед, сделала один элемент, потом просто каталась по кругу, устала. В это же время другие девочки выполняли по 2-3 элемента. Пока я один круг докатывала, они шли на второй и третий, а потом еще по 10 элементов делали. Но Камила не сдавалась, старалась работать по максимуму, чтобы нагнать других фигуристок. Сразу после перехода Фрустальной Валеевой начали усложнять программы, тренировать с ней четверные прыжки и тройной аксель. Камиле дали возможность выступить на показательных выступлениях Гран-при России. По традиции на домашних соревнованиях организаторы приглашают помимо участников молодых местных фигуристов. В Москве в ноябре 2018 года на лед мегаспорта вышла Камила и показала свою девочку на шаре. После московского этапа Гран-при Овалеевой узнал весь мир. Сегодня Камила Валеева – чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница последнего финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок, победитель первенства России среди юниоров 2020 года. Она одна из сильнейших фигуристок тренерского штаба Тутберидзе, а значит и всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok